Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова! Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новую осеннюю коллекцию помад от Лиза Элдридж, которую я заказала прямиком, естественно, из Британии. И так получилось, что я не думала о том, чтобы заказывать именно эту коллекцию, потому как у меня есть два ее оттенка и один карандаш с прошлого года. Но, когда я посмотрела парочку обзоров американских блогеров, пока что не видела, к сожалению, на русском ютюбе обзора на эти помады от Лиза Элдридж от русских ютюберов. Так вот, я посмотрела и я поняла, что вау, это те оттенки, которые меня гораздо больше, наверное, привлекли, чем ее прошлогодние оттенки, два которых я покупала. Я в конце видео сравню старые оттенки с новыми оттенками, так вот, я просто поняла, что я не могу пройти мимо этой коллекции. И, слава богу, когда я делала заказ, большинство ее помад были в наличии, я сумела их заказать. Я взяла аж три штуки, три штуки помад, и также я взяла карандаш для губ. И каково же было мое удивление, когда я смогла добавить экспедиционную доставку Федоксом за всего лишь два дня. Эта посылка ко мне прилетела из Британии, то есть она реально только сейчас пришла, и я так рада, потому что это здорово, что у тебя есть опция, чтобы посылка пришла твоя быстрее. Вот таким образом выглядит посылка, которую я получила, Лиза Элдридж, мне кажется, у меня слишком много света сейчас было, по-моему. Вот таким образом выглядит посылка от Лизы Элдридж, которую я получила. Здесь написано, мне уже не терпится, когда ты пробуешь мои помады, загружай фотку в инстаграм и отмечай меня. Все было очень и очень хорошо даже упаковано. Далее, как я поняла, оказывается, Лиза Элдридж скоро, в скором времени выходит с тональной основой, и когда вы уже оплачиваете заказ, вы можете выбрать одну из карточек с тестерами тональной основы, с которой она выйдет. И все карточки со светлыми оттенками закончились, поэтому я взяла Light Medium, и я попробовала оттенок номер, если не ошибаюсь, 13. И сейчас я покажу вам, как я нанесила эту основу. Мне показалось, что эта основа выглядит хорошо, отлично, не совсем плотная, не совсем легкая, что-то посередине основа. Это не совсем прям мой оттенок, мне показалось, он слишком темный для меня. Наверное, поэтому я, собственно, пока еще не составила мнения о ней, потому как это все-таки был немножко не мой оттенок. Но я не знаю, тут на втором месте Димитикон, и я не совсем большой фанат, когда в тальных основах есть Димитикон. Возможно, конечно, на какое-то особое событие это будет классный выбор. Буду смотреть на обзоры, реально, на втором месте Димитикон. Это прям немножко печально, так бы, может быть, я и купила, когда она выйдет. Итак, я уже перестаю болтать о самой посылке, и вот она на основе. Давайте теперь перейдем к тому вообще, что я купила. Как я уже сказала, я не совсем планировала покупать ее помады, но, посмотрев на оттенки, увидев их, я поняла, что вау, это прям, это супер классно. Я хочу их прямо сейчас в корзину, и чтобы они ко мне побыстрее приехали. Я поняла, что вроде бы она вышла с шестью оттенками или с четырьмя оттенками, но, в общем, на сайте можно увидеть три ее новых оттенка. Я так понимаю, какие-то распродались, и они пока еще даже не появились в наличии опять. Когда я была на ее сайте, не было в наличии единственного цвета, который называется Velvet Intrigue. Вот его не было в наличии, к сожалению, но это невероятно красивый оттенок, такой розовый нюд, вот сейчас он появился в наличии. Печально, может, когда-нибудь я и опять сделаю заказ на ее сайте, и уже возьму именно этот оттенок. И оттенки ее помад, которые я взяла, называются Velvet Cinnabar, Velvet Petal и Velvet Blush Lightly. Velvet Blush Lightly, насколько я поняла, это оттенок, который супер популярный был в прошлом году. Так вот, она сделала его более светлым, потому как вроде бы сказали покупательницу, что это слишком темный оттенок. Было бы классно, если бы он был чуть посветлее, и она сделала его более светлым, чтобы он был более носибелем. Это очень здорово. И также карандаш, который я взяла в оттенке Blush Lightly, чтобы он подходил к помаде Blush Lightly. Кстати, карандаши Лизы Элдридж прям заходят только так. Они являются одними из самых лучших карандашей, потому как они тают буквально, когда вы наносите их на губы, или даже делаете свочи. Прямо это, знаете, масло масляное, вот текстура такая. И потом текстура этого карандаша, она заставает через буквально 20 секунд, и уже никуда не денется с ваших губ. Ну и, конечно, цена. Если вы знаете и знакомы с помадами Лизы Элдридж, то вы знаете, что они не самые дешевые. Каждая помада стоит по 36 долларов, и карандаш от Лизы Элдридж стоит 27 долларов. Мне кажется, это не самая высокая цена на рынке косметики, люксовая в особенности. Поэтому я, в принципе, не считаю, что это прям вау, крыло самолета цена за этот карандаш. Все здорово в этом плане. Я совсем забыла упомянуть о том, что у Лизы Элдридж также вышли вообще-то блески для губ, но мне кажется, когда я делала заказ, их не было в наличии. Сейчас на ее сайте я вижу только один блеск в наличии в оттенке Dragon. Это красный оттенок, Patel оттенок тоже он в наличии, Songbird, это старый. То есть, по сути, два оттенка в наличии на ее сайте среди блесков. Ее косметика распродается очень быстро. Все знают, что ее косметика невероятно классного качества. Поэтому, если вам понравится какой-то оттенок, то обязательно заходите на ее сайт и смотрите, есть ли он в наличии. Потому что есть вероятность того, что перед тем, как вы примете окончательное решение, что да, вы хотите купить ее помаду или блеск, есть вероятность, что это будет все распродано просто-напросто. Но теперь давайте перейдем уже к обзору ее помад. Попробуем их на губах и посвочим на руке. Я не сказала вам, наверное, где они сделаны, и об упаковке не поговорили мы также. Упаковка выглядит, как и, наверное, обычные упаковки помад Лизы Элдридж белого цвета. На ней написано Лиза Элдридж True Velvet Lip Color. И эти помады сделаны в Италии, естественно. И срок годности их составляет 18 месяцев. На первом месте помад этих Dimitricon. Что, не знаю, хорошо это или плохо, но я так понимаю, что благодаря Dimitricon эти помады будут держаться на губах дольше и лучше. И первый оттенок, который я хочу попробовать сегодня, это оттенок под названием Velvet Petal. И Лиза Элдридж невероятно красиво описывает ее помаду. Сейчас я зачитаю вам, как она описывает этот оттенок. Подумайте о успокаивающей песне цветущего весеннего пиона. Этот идеально сформированный светло-теплый розовый цвет заимствует все лучшее из палитры природы в витринах парижских флористов. В отличие от другой помады Snapdragon, он больше трепещет на стороне идеально изысканного и шикарного предмета гардероба. Просто вау, поэзии. Детали у этой помады это просто нечто. Я пыталась передать через камеру вот эту невероятно красивую гравировку на самой помаде. Очень красиво смотрится, но это бывает сложно передать. В общем, надеюсь, что вы сможете это увидеть, когда я покажу вам, как эта помада смотрится вблизи. И вот таким образом смотрится помада в оттенке Velvet Petal. Мне нравится, как это смотрится. Я переживала, что это будет слишком смотреться ярко. Но нет, мне кажется, это смотрится очень даже хорошо, как для повседневного макияжа, так и для выхода куда-то вечером. Допустим, в ресторан, на званый ужин или куда-то еще. Удивительно, но эта помада действительно как подчеркивает твою естественную красоту. Безумно здорово чувствуется на губах. Нет ощущения того, что помада высушит мои губы или что-то вроде того. Но определенно, если я буду использовать эти матовые помады, я все равно хочу увлажнить губы и немножко скрабировать их. Потому что я вижу, что как будто бы подчеркнулась моя сухость губ, хоть я использую бальзам каждую ночь и по утрам тоже. Но да, смотрится шикарно. Прям действительно такой оттенок, который подойдет, как мне кажется, любому. Ну-ка. И, кстати, даже не так много остается следов на моей руке, когда я пытаюсь сделать поцелуйчиковый тест, что тоже здорово. Следующая помада, которую мы будем пробовать, называется Velvet Blush Lightly. И Лиза Элдридж описывает эту помаду как менее интенсивную и более мягкую версию самого продаваемого оттенка Velvet Blush. И это игривый и пригодный для носки приглушенный ягодный оттенок среднего тона, который напоминает только что покусанную губу, покрасневшую. Это рококо для губ в современной интерпретации. Это заставит сердца биться быстрее. Меня покорило это описание. То есть это оттенок Velvet Blush Lightly. И я так понимаю, что мой карандаш, он также в оттенке Blush Lightly. То есть я могу использовать этот карандаш с помадой, здорово. Упаковка карандаша для губ выглядит вот таким образом. Я бы сказала, упаковка никак не поменялась. Вау, шикарно смотрится. Оттенок на каждый день. Давайте попробуем теперь саму помаду в оттенке Velvet Blush Lightly. И вот таким образом смотрится комбо карандаша для губ и помады в оттенке Velvet Blush Lightly. Я знаю, что когда я использую карандаш, у меня всегда губы, наверное, у всех губы будут просто огромными. Но именно поэтому я, да, наверное, немножко не так сделала. Это потому что я все-таки хотела, чтобы это был более естественный эффект помады на моих губах. Я бы даже сказала, что он больше на вечер куда-то пойти. Я бы не носила, наверное, его днем. Потому что, ну не знаю, он чересчур яркий, мне кажется, для меня лично. Если бы он был чуть поприглушенней, наверное, я бы носила его днем. Так мне кажется, что он больше куда-то на выход. Вот мне кажется, даже предыдущий оттенок, он куда более будет комфортен для дневного ношения. Ну да, таким образом смотрится этот оттенок. Что вы думаете? Как вам нравится пока больше всего? Давайте перейдем теперь к нашему третьему и последнему оттенку. Очень насыщенному красному оттенку, который я, когда увидела, я сразу поняла, что я хочу взять этот оттенок. Потому что он смотрится просто шикарно. И когда я увидела на сайте Лизы Элдридж модель с такими же волосами темными, я поняла, что, наверное, эта помада будет шикарно смотреться на мне. Поэтому давайте уже попробуем. И Лиза Элдридж описывает этот оттенок, как вдохновленный густым ядовитым красным минералом, который использовался как драгоценный ресурс во всем мире. То есть этот оттенок, он был вдохновлен каким-то ядовитым минералом. Очень интересно. И этот оттенок, который по-русски переводится как бархатный киноварь, описывается как самый глубокий, богатый и мощный, жженый, охристый, теплый, коричнево-красный цвет, который только можно вообразить. Вау! Вот это да, давайте же пробуем прямо сейчас. Как жаль, что у меня нет карандаша с этим оттенком для губ. Но ничего страшного, давайте будем надеяться, что это все будет классно смотреться на губах. И, в общем, мне нужно будет использовать красный карандаш. Вау! Мне кажется, мне уже нравится этот оттенок. Я обожаю этот оттенок уже. Мне кажется, это будет тот самый оттенок помады, который я буду использовать, допустим, на Новый год, на новогоднюю ночь. Как это красиво смотрится. И мне кажется, этот оттенок просто идеально подходит к моему сегодняшнему образу также. Я просто в шоке, насколько этот оттенок нереально классно подчеркивает мой оттенок волос и вообще мой цветотип. Я люблю красные оттенки, но очень часто красные оттенки, они смотрятся слишком вызывающие, да, или слишком могут быть теплыми. Я не вижу в этом оттенке какой-то вульгарщины, если это имеет смысл. Я чувствую в нем себя очень комфортно, и это самое важное. Я бы еще описала этот оттенок как тот самый, который вы можете носить даже днем, и вы не будете чувствовать неуверенность, когда он у вас на губах. Потому что бывает так очень часто, когда, допустим, я даже наношу какой-нибудь красный оттенок, и я понимаю, что я не могу с ним ходить. Ну, по дому, ладно, но куда-то, допустим, в магазин сложно, потому что все-таки он привлекает внимание, а этот оттенок, он деликатный. И именно поэтому, я думаю, этот оттенок подойдет тем, кто иногда стесняется носить красные оттенки. Потому что этот оттенок, он что-то между красным и, я бы сказала, таракотовым. Поэтому определенный, это тот оттенок, который я бы посоветовала вам из всех трех, если вот вы, например, ищете помаду какую-нибудь интересную для вашей коллекции. И вот таким образом выглядели три оттенка из коллекции Лиза Элдридж, осенний 2021. Я не взяла только один оттенок, единственный из моей коллекции, четвертый, но, может быть, когда-нибудь я и его закажу. В общем, пока что я пребываю в восторге от качества помад, и в особенности от этого потрясающе красивого красного оттенка. Я прям влюбилась в него. И давайте теперь, наверное, сравним эти оттенки с оттенками прошлогодними. Вот таким образом выглядят помады с прошлого года, которые я покупала. Первый оттенок, который я брала, называется Velvet Muse. Это тот оттенок, который я описала бы как оттенок пыльной розы. Красиво смотрится. И второй оттенок, который я брала, называется Velvet Blush. По-моему, это тот оттенок, который Лиза Элдридж решила сделать менее интенсивным. Они очень легко, кстати, ломаются, нужно иметь в виду. И этот оттенок называется у нас Velvet Blush. Я вчера свочила их ночью, потому что я знала, что сегодня придет моя посылка. И мне показалось, что именно оттенок, который называется Velvet Muse, мне нравится больше всего. Потому как Velvet Blush все-таки слишком темный. Но теперь я понимаю, почему Лиза Элдридж решила все-таки сделать его менее интенсивным. Потому что он многим понравился. Не знаю, мне понравился броши Velvet Muse. В общем, таким образом смотрятся эти два оттенка с прошлого года. Гамма оттенков, она плюс-минус одна и та же. Только, понятное дело, каждый год оттенки более уникальны, с которыми Лиза Элдридж выходит. Разница, мне кажется, она есть. И теперь с уверенностью можно сказать, что я показала вам все самые сочные оттенки из этой коллекции Лизы Элдридж. Я не знаю, почему я не заказала блеск. В прошлом году я заказывала его. Сейчас я поняла, почему. Причина в том, что он очень липкий. То есть, когда выносите его на губы, да, он все классно смотрится, очень комфортно. Однако, я помню, я шла по улице, на мне был ее блеск. И этот блеск настолько жестко просто приклеивается к волосам. И в итоге потом у вас этот блеск по всему лицу. То есть, да, это ужасно. Это не очень классно смотрится. И я каждый раз использовала этот блеск. И каждый раз со мной это происходило. Поэтому ее блески, они, конечно, хороши. Все круто. Но они не очень хороши на ветреную погоду. Поэтому мне пока хорошо с помадами. Поэтому, да, ребят, я очень надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний обзор. Мне очень будет интересно узнать, что вы думаете о бренде Лизы Элдридж. Купали ли вы что-то из ее коллекции? Если да, то что? И вообще, что вы думаете о ее помадах? Действительно ли ее помады это прям самые лучшие помады в мире? Вы как считаете? Поэтому, да, ребят, будет интересно узнать, что вы думаете. И ваше мнение об этом бренде. И какой вообще у вас опыт покупки с ее сайта? И да, ребят, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр еще раз. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. И всегда оставайтесь красивыми, мои дорогие подписчицы. Ваша Юля. И прощаюсь. Всем пока.